Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Что случилось, Билл? Тебя послали в полицию? Еще кто кого послал. Просто надоело. И так стрессую постоянно. А из-за этого акробаты у меня вообще две язвы открылись. Давай без подробностей. Ладно, ладно. Я чего тебя позвал-то хотел сказать спасибо. Ты как-никак изменил мою жизнь. Благодарить особо нечем, но могу немного денег отсыпать. Спасибо. Рад, что смог помочь. Это тебе спасибо. Может, звучит глупо, но я нашел свое место в жизни. Каждый день на работу иду, как на праздник. Есть чему позавидовать. Ладно, удачи тебе с хот-догами. Скажи, что у тебя в меню, а то так вкусно пахнет. Ха-ха. Для тебя что угодно. Выбирай сосиску. Субтитры сделал DimaTorzok. И Ара Сака кормчем был. Это хватит уже голосить. Это было самое крутое исполнение корпоративных стойк. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Внимание всем нарядам! Срочно требуется помощь в Хэйвуде. Ничего нового. Вас понял, диспетчер. Обнаружен транспорт подозреваемого. Сведения разусланы. Подозреваемый скрылся. Всем нарядам в районе продолжить поиски. Что тебе нужно? Код ноль. Повторяю, код ноль в этом районе. Всем патрулям вернутся на маршрут. Про львов. Это такие животные. Ну, типа больших кошек. Прямо как в книге. Прямо как в книге. Продолжение следует... Ты сбрындил. В каком месте это бамбук? Иди нахер. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, что у нас тут? О, интересно. Бля, ты посмотри на это. Логотип Мелитеха из Хэ. Этой карте лет 60 минимум. Такие на базаре в Кабуке не купишь. Даже интересно, где эта бри ее надебала. Продолжение следует... Продолжение следует... Ой, ты не Бри. Точно. Что ты тут делаешь? Бри попросила зайти, забрать кое-что. Как раз сейчас иду к ней. О, понятно, извини. Я услышал какой-то шум. Подумал, Бри вернулась. Мы с ней давно не виделись. Я живу рядом, хотел к ней зайти поболтать. А то у подъезда какие-то подозрительные типы стали околачиваться. Что за типы? Не знаю, явно не из нашего дома. Похожи на людей из какой-нибудь банды. Или, скорее, на уголовников. Скажи, Бри, чтобы внимательно смотрела по сторонам. Бри. Бри. Продолжение следует... 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 Слышишь? 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 Находим гримерку этих бледей, решаем вопросы, сваливаем. Все. Главное, чтобы меня не узнали. Не собираюсь делать им бесплатный пиар. Ты им и так его устроил. Их полыхающий грузовик попал во все газеты и на все каналы. Так не выёбывайся, а? Лучше скажи, как мы туда зайдём. Пошли пройдёмся. Ви! Я быстро, Ви. Сетевой дозор отправил охотника. Соблюдай осторожность. Кого отправил? Бри Уитни продала им данные Мелитеха и пропала. Теперь сетевой дозор убивает всех, кто с ними ознакомлен. Эта сука меня обманула. Нам надо пройти за сцену. Короче, у меня классная идея. Когда пойдём на концерт, подарим им подарок. Они у себя на сайте писали, что им нравится дорогой чай. Пропуска. Да. Игрушку, из которых мотя пьют. Да, тогда она точно нас запомнит. Вот это будет охренеть. Как там дела у ребят? Всё нормально? Были вроде проблемы с обработкой звука. Эти малявки привезли свои матрицы, а там какая-то кастомная японская херня. Парни никак не могли всё это подключить. Не знаю, сейчас типа всё работает. Обработка звука. Ага. Наверное, какие-нибудь умные вакодеры. Они за них всю работу делают. Чумба, ладно тебе, пропусти. Мы же не специально. Не-не, идите на главный вход. Там проверяют по списку. Ага, проверят. За это время калибровка галлопроекторов полетит. До начала концерта перенастроить точно не успеем. И тогда удачи тебе с поиском работы. Мы сразу укажем на тебя, брат. Ничего личного. Бля. Ладно, идите. В следующий раз прилепите себе эти пропуска на лоб. Спасибо, мужик. Ты прямо спас. Калибровка галлопроекторов? Блядь, Ви, откуда ты вообще такие слова знаешь? Из прошлой жизни. Я когда-то работал техником у Джиханга. Научился кое-чему. Глёбаный японский символ. Думал уже и не пригодится. Откуда я должен знать, что куда оставляется? Ну нахер. Пойду обратно к своим кабелям. Ронни, наверное, пошлют в Европу. А он им сказал, что ты беременна? Да, но что это меняет-то? Мы ещё кредит не отдали за его импланты. Не печалься. Мы его посадили, когда Диего был год. И смотри, без отца нормально вырос. Ха, слушай, извини, но Диего сейчас бегает на подхвате у Валентина. Он сам зарабатывает. Не понимаю, что ты хочешь сказать. У нас сегодня Мигури? Или это Суперселбой из благотворительного фонда? О, сейчас поговорим. А вы вообще кто? Я тот, кого вы обокрали. Кэрри Евродин? Кэрри Сан? Кэрри Сал! Я вам покажу благотворительный фонд. Ви? Короче, это какое-то недоразумение. Сейчас всё выясним и разбежимся. Кэрри Сан, что случилось? Мы же всё обговорили. Боже, это из-за интервью 54-му каналу? Мы не хотели вас обидеть, честно. Слово «старый» сейчас уже ничего не значит. Да они ничего не поняли после грузовика. Они тупые, как пробки. Так, 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 так. Что там вы обговорили? Мы подписали контракт с МСМ на песню Кэрри Сана «Юзерфрендли». Это типа наш новый сингл для тура по Северной Америке. Только через мой труп? Но мы хотели вашими песнями начать новую эру в Роке. Разве вам... В Роке? Вы? Так, окей, вот что я вам скажу. Рок, блядь, мёртв! Об этом уже много раз говорили, но вы реально это сделали! Вы убили его нахуй! Мои поздравления! Ваш менеджер позвонил нашему и сказал, что вы хотите сотрудничать. Чего, блядь? Ковачек? Он даже меня не спросил! Пиджак, блядь, обосранный! Послушайте, Кэрри Сан, мы сделали кавер, потому что любим вашу музыку. Давайте договоримся. Рок может и мёртв, но Кэрри слеп, если он не видит потенциала этих девочек. Очевидно же, что виноват Лейбл. Корпораты всех поимели в равной степени. Похоже, что так. Блядь! Слушайте, я против вас ничего не имею. Просто меня бесит вся эта нахуй ситуация! А чего он хотел? Сам продался корпоратам, а теперь ещё и бесится. Мы поговорим с Лейблом, Кэрри Сан. Для начала просто выразим недовольство. Мы уберём вашу песню из сет-листа, отменим концерт и приостановим тур. Серьёзно? Вы же потеряете миллионы. А они ещё больше. Ну ладно. Вы... Вы хорошие девочки. А то, что я говорил... Говорил, ну... Не переживайте! Даже мартышки иногда падают с деревьев. Ага. Пойдём, Ви. Кэрри Сан, а можно с вами сфотографироваться? Ну, на память. Ты похуй! Ви, щёлкни нас! Скажите, Синтасыр? Всё, наверное, этого хватит. Спасибо, Кэрри Сан. А вы... Ничего нового там сейчас не пишете? Может, выберем что-нибудь для сингла? А-а-а! Правда? Ви, ты это... Иди! Я тут задержусь. Сам видишь, надо помочь девчонкам. Спасибо. Да, развлекайся. Кэрри Сан, может, мы... Не знаю, расскажем вам про наш новый сингл? Сингл? Э-э-э... Не. Говорить о музыке — это как ебаться на грядке с настурциями. Бессмысленно, неудобно и претенциозно до такой степени, что аж зубы сводит. По-моему, настурция красивая. А не хотите послушать, что мы сейчас пишем? У нас столько материала. О-о-о, не-не-не-не-не, давайте не будем забегать так вперед. Мы не настолько давно знакомы. Блин, тогда послушайте хотя бы вот эту. Я вам только что отправила. А эти деньги мы хотели отсюда свалить! А-а-а, в следующем году подобно. А-а-а, конечно. А-а-а. А-а-а. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...